Дождались второго экзота сезона. Скоро забудем все эти вопросы про «Я нашел глаз, скажи для чего он?» Как страшный сон. Лучевая винтовка и роковое чучело. У нас в арсенале. Мы прошли квест, кстати, вполне себе неплохой квест, не слишком муторный и долгий. Это несмотря на то, что нам пришлось снова лезть в суд или гамбит, а потом собирать ресурсы из первой части. Если ты все еще не получил винтовку, то видео о том, как это сделать, я уже выложил на канале. Смотри скорей. Но в этом видео мы уже обсудим опыт использования, впечатления и ответим на вопрос, нужна ли нам эта лучевуха. Говорить буду я, Джонни Лейни. Итак, винтовка выглядит... Были у меня во дворе старые белые скамейки. Ну так вот, видать, это просто доска, вырванная из спинки одной из них. С орнаментом от Tess Everest гораздо лучше. Мне очень нравится этот орнамент, но покупать я его, конечно же, не буду. Позже объясню почему. У Экзота два особых перка. Основной. Трансмутация. Добивающие попадания с помощью этого оружия превращают цели в шары трансмутации пустоты. Работает как оружие охотников за привидениями, если бы те сделали коллаб с создателями пакетболов. Вы стреляете в противника и после его убийства он сворачивается в небольшой шар. Второй особый перк. Эволюция. Вы и ваши союзники могут подобрать созданные вами шары трансмутации и использовать их в качестве оружия. Хватаете тот самый шар как релик и можете атаковать им другого врага. Либо быстрой атакой на ЛКМ, либо проводить мощный бросок а-ля Данк на ПКМ, а можете зажать кнопку блока и создать с помощью этой сферы небольшую ауру вокруг себя, которая обладает сразу несколькими полезными свойствами. Во-первых, эта аура будет наносить урон всему живому, что в ней окажется. Вы можете просто взять сферу, зажать блок и проходить сквозь толпу противников, зачищая абсолютно всё. Во-вторых, в описании перка не просто так использована формулировка «выкачивать энергию», поскольку при убийстве противника этой аурой вокруг вас происходит именно это. Убитые вами противники будут понемногу восстанавливать ваш уровень здоровья, что просто превращает вас в шагающую машину для истребления врагов. Вы наносите урон, входящие за пределы купола выстрелы наносят уменьшенный урон по вам, да ещё и вы питаетесь противниками, восстанавливая здоровье. Звучит замечательно, да? Конечно. Но ведь есть небольшое «но». Когда вы подберёте сферу, вы увидите счётчик зарядов, который расходуется довольно быстро. При долгом зажатии, когда запас зарядов дойдёт до единицы, купол всё ещё будет активным, но он начнёт наносить урон по вам до тех пор, пока не убьёт. Следующая способность, о которой я бы хотел поговорить – катализатор для чучела. Чтобы получить его, кстати, вам нужно убить противника с помощью сферы и… вуаля, каталик ваш. Чтобы активировать его, вам нужно убивать врагов с помощью созданных сфер в Гарнила. Шучу, не смешно. Убивать просто противников любых из этой лучевой винтовки, что довольно долго, да, порядка 5000 противников убить. Есть способ побыстрее. Уничтожать те самые глаза Саватун, которые не давали нам покоя с начала сезона. Уничтожать их нужно в разных уголках игры. Всего их спрятано 50. Однако для катализатора не обязательно ломать все, достаточно будет половины или вроде того. Все 50 нужны будут для триумфа «Офтальмолог Бога Улья» из печати моментов триумфа. Подсказки, где найти все 50, я уже собрал в отдельном видео, так что беги тыкать веткой в глаза Саватун. Буквально. Ну так вот, после активации каталика, давайте почитаем его описание. Это оружие наносит дополнительный урон врагам, которых уже повредили шары трансмутации. Как это работает на практике? Ударив противника сферой трансмутации или зацепив его аурой зажатого блока, вы получаете 30% баф к урону из этого оружия. Что чувствуется весьма и весьма достойно. При использовании нескольких чучел вы будете наносить вполне серьезный урон, таким образом. Плюс, всегда можно использовать дополнительный дебаф от мода «Гнетущая тьма». Тогда вообще страшное дело будет. Что же касается ПВП... Ну, есть один плюс. Это весело. Да, кидать заряженные сферы в противников это вполне себе фан-механика. Однако, прямой урон от выстрелов у рокового чучела, что в ПВП, что в ПВЕ, кстати, весьма низок. Вы не сможете адекватно противостоять не то что оружию из меты. В принципе, перестрелять половину автоматов или импульсных винтовок не сможете. Так что поломки, как с линзой Прометея, не случилось. Новой меты тоже пушка не принесла. ПВП проходит мимо нее. Хоть и повторюсь, это весело. Залететь с ней на несколько матчей и покидать мяч. Что же в итоге? Интересный экзот. Да, необычный, с большим арсеналом возможностей и фишек. Эффективный? Пока нет. Но вдруг с каким-нибудь патчем или собранным в будущем билдом он заиграет. Посмотрим. Красивый? Ну, как я сказал, с орнаментом вполне себе. Только вот зачем тратить на него денежки сейчас, если экзотом пользоваться не будешь? Непонятно. Ну и буду ли я занимать им экзот-слот хоть где-либо? Нет, пока не буду. Но повторюсь, было бы круто все же найти ему хоть какое-то применение, потому что это веселый экзот. Я люблю пушки, которые дарят нам необычный опыт использования. Однако пока мы все еще предпочитаем эффективность анархии или ксенофага. Ну а в пвп я бы залетел командой из шести человек с этой штукой, чтобы устроить матч NBA в Гарниле. Может быть на стриме? Что скажете? Пишите свои впечатления от пушки в комментарии. А у меня на этом все. В этот раз вышло довольно коротко. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok